Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, друзья, не так давно я выпустил одно из своих видео, где я рассказывал про свой опыт работы в агентстве по трудоустройству. Но в том видео поделился с вами такими, знаете, лайфхаками, такими, знаете, негативным опытом, как агентства трудоустраивают людей. И вы знаете, в основном агентства трудоустраивают людей на не очень хорошие работы. Это происходит очень часто. Лишь бы только получить от клиента деньги, закрыть эту вакансию и в принципе все. Поэтому очень часто плохие вакансии агентства, знаете, оборачивают такой красивой оберткой и дают ее человеку, у которого нет еще опыта работы за границей. И он думает, что действительно работа будет классная, легкая, приятная, европейская и получит хорошие эмоции. А по итогу приезжает обратно с разбитыми мечтами, либо же просто теряет время и деньги. Поэтому, друзья, в этом видео я дам вам 7 худших работ, которые можно встретить в Польше. То есть это будет мой субъективный, знаете, такой топ. Я сделал такой топ 7 худших работ в Польше. Распределил их, разранжировал их в порядке от самой худшей до не такой плохой, как может быть. Поэтому, друзья, если хотите это узнать, тогда усаживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo, потому что это надежно, быстро и пользуясь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Ну что же, друзья, как я говорил ранее, этот список распределен от самой худшей до самой лучшей. И начнем мы с менее худшей. И на седьмом месте я бы поставил работу на складах Second Hand. Почему именно там? Почему там не так хорошо, как на других, например, работах? Да все очень просто. Если кто не знает, как, в принципе, устроены пункты приема Second Hand в Европе, то в основном на улице стоят такие баки, да, то есть металлические контейнеры большие, куда вы можете положить одежду, да, то есть они открываются только в одну сторону, в другую нельзя. И люди бросают туда одежду, и потом это в таких больших пакетах просто пакет заворачивается и, по сути, просто отправляется на сортировку. Но в чем может быть, знаете, такой подводный камень, в чем может быть минус? Туда люди могут бросать не только одежду, да, то есть человек может бросить на какой-то мусор, да, какую-то недоеденную еду, да, ну разные люди бывают, может запрыгнуть туда кот. То есть бывали такие случаи, что запрыгивал кот, и потом открываешь этот мешок, и там оттуда ужасно воняет. Ну, либо же даже если еду туда попало, то она тоже начинает гнить, и все это начинает вонять, и это люди перебирают. То есть в этом может быть, знаете, такой неприятный фактор в том, что вот такая вот, вот такие вот бывают случаи. А во-вторых, на таких складах очень часто бывают нормы, нормы, которые неприподъемные. То есть я из всего списка, который я вам далее расскажу, это единственная вакансия, на которой я работал самостоятельно. То есть я работал на складе секонд-хенда, поэтому я знаю, о чем я сейчас здесь говорю. То есть работа у женщин в основном состоит на переработке, да, то есть распределении, сортировке этого секонд-хенда, да. То есть это несложная работа, но у тебя есть очень большие нормы, которые сложно выполнить, да. Потому что если даже ты выполняешь норму, и даже если ты ее перевыполняешь, то со временем начальство это увидит, и нормы увеличатся, да. То есть это не везде, но то, что я видел, это действительно так, да. То есть это такие побочные эффекты. У мужчин это в основном, конечно, работа, связанная с грузчиком, да, то есть грузией. Когда мне рассказывали, кстати, про эту вакансию, то мне ее так сладко описывали. Я уже был в Польше, то есть у меня оставалось два месяца, мне нужно было куда-то ехать. И эту вакансию расписывали, ну просто, я не знаю, мы до сих пор смеемся с друзьями, как она была вкусно расписана. То есть для парней это было рассказано, там не нужно практически ничего делать, там приезжает фура, ты там немножко набросал туда вещей, там кара подъехала, подняла, там отвезла. Ты там помогаешь девочкам сортировать, что-то там. Не сортировать нужно, девочки сортируют, нужно эти мешки, которые уже насортированы, забиты, их нужно отвозить, зашивать и на пресс отдавать, да, то есть их еще прессуют эту одежду. То есть ты ходишь, смеешься с девочками, вот такие вот были истории, ходишь, общаешься, то есть классная работа. А по сути, то есть я был на сортировке обуви, а мои знакомые, друзья, они были на, как грузчики, да, и один человек ходил тоже, вот так как девочкам помогали, как он, как рекрутер рассказывал, что вакансия приятная, то парень приходил домой, просто ложился и не вставал с кровати, потому что нужно было все это время бегать, бегать постоянно, то есть не приседая, ты бегаешь и помогаешь этим девочкам, и даже нет времени там поулыбаться, как мне рассказывали. Поэтому эта работа не очень приятная и, конечно же, там специфические запахи, как вы понимаете, на секонд-хенде есть и еще не обработанная одежда, есть обработанная, то есть это специфические запахи, это много пыли, это много грязи, много всего, поэтому работа не самая приятная и зарплата, соответственно, тоже не очень получается высокой, потому что нормы еще выше. На шестое место я поставил заводы бытовой техники, такие как LG, Samsung и так далее. То есть, почему я поставил это в свой рейтинг плохих работ, да, то есть она стоит на шестом месте, она еще не настолько ужасная и плохая, эта работа, но условия не всегда хорошие на таких заводах, там люди не задерживаются долго, никому практически не нравится эта работа, потому что сложные условия и маленькие зарплаты на, в основном, на таких заводах. Именно поэтому на этих заводах никто долго не задерживается. Люди в основном стараются менять эти работы и очень часто именно на такие заводы массово набирают людей, потому что там большие текучки и нужно менять кадры. Ну что же, друзья, вот мы и подбираемся к пятому месту в нашем рейтинге и на пятое место я поставил еще такую одну популярную у агентств по трудоустройству вакансию, а именно сортировка пластиковых изделий, да. То есть, как вы слышите по названию данной вакансии, ну какая-то не такая уж и сложная, приятная вроде бы вакансия, ты стоишь, наверное, как-то сортируешь какие-то пластиковые изделия, какие-то бутылочки, там что-то сортируешь, стоишь и тебе за это платят деньги, как-то вроде прикольно. А на самом деле это практически как мусорка, да, то есть вы сортируете пластиковые изделия от картона, от бумаги, да. То есть, как вы понимаете, запахи соответствующие, то есть условия работы соответствующие, то есть вот так вот вам нужно сортировать вот эти вот пластиковые изделия и, чтобы вы понимали, воздуха там, знаете, не заходит такой свежий воздух, то есть это все не очень хорошо для здоровья, конечно же, ну и, конечно же, для вашей собственной самооценки, что вы работаете на мусорке. Ну, то есть, если вы к этому не были готовы, грубо говоря, если вам рассказывали красиво, а вы приезжаете на мусорку, то, конечно же, ваши вот эти вот ожидания и действительность будут очень разниться и у вас будет очень сильное разочарование от этого, да. Возможно, работа не прямо уж такая и ужасная, да, физически, но у вас будет очень глубокое разочарование от того, что обещали вам одно, приехали вы на другое и чувствуете себя вы не очень приятно. Ну, что же, друзья, а на четвертое место я поставил именно мясокомбинаты и сейчас вы поймете, почему это плохо, то есть как вам могут предлагать в агентстве эту вакансию, да, то есть какие-то наклейка стиков, упаковка, то есть еще что-то. Вроде бы неплохо звучит, да, а на самом деле, приезжая на мясокомбинат, вас будут распределять, да, то есть вы можете пойти на распределение, посмотрят по вашим умениям, посмотрят на ваше физическое состояние, посмотрят на позиции, которых нужны работники, да, то есть... И вас могут менять на разных позициях, то есть вы можете переходить, вы можете быть как грузчик, вы можете что-то обрезать, можете чистить кишки, можете что-то резать, да, то есть если вы не обвальщик, то есть если вы никогда не работали с мясом, то возможно у вас будет какое-то, знаете, такое неприятное ощущение от данных работ. Также плохо на таких мясокомбинатах, это, конечно же, опять холодные и теплые цеха, то есть вас могут менять туда и туда, и это может стимулировать заболевания, да, разные могут у вас появляться на этой почве, потому что вы меняете резкие такие перепады температур, они нехорошо сказываются на здоровье. То есть в основном такая работа и работа еще по сменам, то есть работа днем, ночью, да, то есть у вас еще и биоритмы будут нарушаться, потому что работа вот такая. Так что, друзья, думайте сами, но это спорная вакансия, потому что есть мясокомбинаты несложные, не настолько сложные, да, и в основном это несложные, когда, например, приходит продукция уже в виде фарша, да, то есть есть такие заводы, где уже приходит как фарш, и там действительно только идет как упаковка, стекеровка, да, то есть нужно упаковывать. То есть все зависит уже конкретно от конкретного завода, конкретного направления. Третья позиция, и сюда я поставил именно сельское хозяйство. Почему? Потому что в это понятие входят обширные, знаете, обширные вакансии, так как сюда входит и сбор урожая, то есть сезонные работы, которые очень сложны, вот эти ягоды, сбор урожая в Польше, где все идет на такие нормы, нужно постоянно выполнять нормы, постоянно нужно быть в полуприседе, да, постоянно нужно спешить, потому что ты зарабатываешь себе деньги, и не всегда даже получается заработать 100 злотых в день. Также это разная сортировка овощей, сбор овощей, разные фермерства, да, то есть это обширная вакансия. И почему я их объединил, потому что в сумме это на открытом воздухе, да, то есть в сумме открытый воздух, и часто это не зависит от погоды, вы можете работать независимо какая погода на улице, хорошая или не очень, да, вы будете работать на улице независимо от температуры, можно работать в поле и зимой, можно работать в поле летом, то есть бывают разные направления, сельское хозяйство очень обширно. И, конечно же, в основном вы будете жить в таких поселках, селах, где не так много магазинов, не так много развлечений, и в принципе у вас будет не так много какого-то, знаете, европейской жизни, какого-то интерактива, вы будете просто работать и сидеть дома. На второе место я поставил птицефабрики. Почему мясокомбинат был на четвертом, птицефабрики на втором? Объясню. Потому что на птицефабрики еще часто приезжают живые куры, живые индюки, да, и очень часто нужно работать еще с живыми птицами. Да, возможно, вы не напрямую будете с ними работать, но все же вы будете видеть живых кур, живых индюков, и, возможно, на кого-то это будет справлять, знаете, такое еще сильное психологическое воздействие, потому что это еще живые, вы можете носить живых кур, живых индюков, с ними работать. И так же, как и в предыдущих вакансиях, там будет, конечно же, специфические запахи, будет сырость, будет тоже холодная цеха, горячая цеха, то есть разнообразная работа, которая не будет приносить никак физического какого-то, ни морального, ни психологического удовлетворения, то есть на таких работах тоже мало кто задерживается, поэтому я поставил эту вакансию на второе место, только из-за того, что там будет еще живая птица, с которой нужно будет работать. И на первое место я поставил именно рыбные заводы, то есть здесь все то же самое, как и в предыдущих вакансиях, все эти минусы, то есть запахи, есть и перепады температуры, то есть есть разные цеха, и холодные, и горячие, да, есть и плохие условия труда, есть вот эти вот запах, вот я был знаком с одной женщиной, которая работала на рыбзаводе, да, она оттуда ушла, ей очень не понравилось там, и от нее до сих пор был какой-то запах рыбы, да, она там уже недели две там не была, да, она уехала туда, но до сих пор даже вся одежда, все пахнет рыбой, поэтому вы должны понимать, какие запахи специфические рыбы там есть. Но все же это тоже такая спорная вакансия, потому что снова же все зависит от конкретного завода, да, то есть если уже какая-то упаковка только, стикеров какие-то, филе уже готовое приходит, то да, это круто, конечно же, там ничего практически сложного не будет, да, но если вам нужно вырезать филе, да, работать с рыбой, да, обрезать, чистить что-то, то в чем плохая эта вакансия и почему я поставил на первое место? Потому что очень часто, даже когда люди вот вырезают это филе, они очень часто прокалывают свои пальцы, колят об кости, да, и ваши руки постоянно находятся во влаге, то есть они во влажном среде находятся, и поэтому они практически не успевают заживать, да, то есть вы опять колете, опять они в воде постоянно находятся, и пальцы начинают гнить, поэтому это может быть, знаете, такая, очень такой пагубный эффект, может привести к гниению пальцев, к каким-то заболеваниям подкожным и прочим, поэтому в этом эта работа основной посыл, потому что еще очень вредно может быть для здоровья на таких работах, и очень много людей просто не выдерживают там даже нескольких недель и уезжают оттуда, потому что действительно сложно. Ну что же, друзья, вот и подошел к концу мой топ из 7 худших работ, которые вы можете найти в Польше, если вы согласны с этим топом, то просто поставьте лайк, если нет, если у вас есть что дополнить, да, если вы работали на какой-то худшей работе, либо вы не согласны с моим топом, обязательно напишите внизу в комментариях под видео ваш собственный опыт, потому что я уверен, другим людям будет очень интересно действительно узнать негативный опыт других людей, чтобы тоже не попасться на такие вот какие-то ловушки агентств, не попасться на какие-то плохие работы, куда вас трудоустраивают. То есть, если вы напишите внизу в описании под видео такую информацию, то это будет крутое место, куда люди просто смогут заходить, читать, делиться информацией. Поэтому не ленись, оставь свой отзыв. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Как всегда, внизу в описании под видео вы можете найти много ссылок, которые могут быть вам полезны и интересны. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!